Добрый день, дорогие участники фестиваля и конкурса Golden Types. Я Марина Унил-Спенсер, член вашего жюри. Хочу немножко пробежаться по вашим результатам, которые я отжурила, и вот рассказать немножко. Среди танцующих участников мне понравился Канад Смогулова. Все ее три номера были очень замечательные. Единственное мое желание там, где вот по Порт-де-Буре в фольклоре тоже выдерживается пятая позиция, сзади ножка двигается первая, а не передняя, то есть чтобы ножки были закрыты в позиции Грозе, чтобы не было открытой позиции шестой позиции, а что все время состояние было пятой позиции. Там, где в первом номере идут Порт-де-Бра по кругу, круговые солнышки, надо оставлять голову и прям взгляд, и поворачивать тело в прогибе, в Порт-де-Бра. Вот, а у вас как бы это не получилось. За номер Гаку я поставила 10 баллов, очень высокая оценка, но Гаку Лебедь, очень красивые руки, выдержанные позиции в фольклор. Мне понравился этот номер. Среди остальных танцев Болерой, я пробегусь только по самым лучшим результатам. Болероя поставила восемь, остальные все участники были, и Жарптицы поставила три восьмерочки. Единственное, там два номера очень похожи, две полечки. Все-таки надо как-то выделять номера, чтобы хореография была отличительна, или костюмы. Так, неплохой коллектив, Жарптица мне понравилась. Вот, это из танцующих. Танцующие участники, пожалуйста, обратите внимание на технику, потому что если вы ставите какие-то упражнения, они не должны выглядеть как утренняя гимнастика, это должно смотреться как танец, как образ, как какая-то совместная аллегория. То есть, что вы передаете, настроение, какое цветное настроение, например, голубое, розовое и так далее. Это вы должны передать языком танца. Музыка, какая идея. Не просто вышла девочка, сделала три колеса, села на шпагат, причем достаточно плохо. Должно смотреться как номер, набор таких, знаете, физических упражнений для общего развития здоровья. А все-таки вы участвуете в международном конкурсе, поэтому подумайте, что вы хотите передать, о чем вы хотите рассказать. И, в общем-то, я нашла уровень участников немножко слабее, чем в предыдущей конкурсе в этот раз. Насчет по живописи пробегусь тоже самых лучших. Мне очень понравился... Сейчас, сейчас, секундочку. Евгению Пураков я поставила 10. Шикарная работа. Во-первых, потому что там показано, как он начал все это делать с самого начала. То есть, весь темп работы. Основа, подготовка, материала, графика шикарная. То есть, работа с нажимом, карандашом и так далее. Дальше. Анна Петрова 10. Хельга Курочкина 10 у меня. Антон Перепелица 10. Так, что тут еще у нас? Что тут у нас еще? Ага. Дальше. Да, ну вот это, пожалуй, вот из лидеров по... Также запомнилась работа Марины Строгановой. У нее черепаха была замечательная. Я поставила 9. Там немножко все-таки мне не хватает объема. И Кутузова Елена 10 поставила. Так. Ну вот, в принципе, это из самых таких лидеров. Когда тоже художник рисует, тоже надо задумываться о том... Очень трудно, например, в стиле абстракции рисовать, потому что тут можно прочитать много чего. Можно вообще ничего не прочитать. То есть, как бы, пожалуйста, задумывайтесь о том, думайте о том, что вы несете, что вы хотите рассказать, какой объем. Если, например, это тело, то если вы пытаетесь создать оригинальные объемы, обратите внимание на руки, ноги. Их очень сложно рисовать. Они должны быть живые, они должны быть похожи на настоящие руки, ноги. Unless... Ну, то есть... То есть... Unless это у вас такой стиль, что кубические какой-нибудь, где руки, ноги не похожи на настоящие. Ну, то есть, если это выдержано все в определенном стиле, то да, конечно. В основе своей... Обратите внимание на волосы также. Должны быть выписаны волосы очень четко. Воздух, объем. То есть, очень много работ где-то что-то интересное, а где-то большие ошибки не замечены. Вот. Ну, спасибо большое всем. Я поздравляю участников. И ждем новых побед. Ждем вас на фестивалях Golden Times. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова